Всем привет, друзья! Меня зовут Елена и вы находитесь на канале Читоки. Все, кто со мной еще не знаком, прошу познакомиться и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами поговорим о, наверное, уже том, о чем вы поняли вот этим стоящим у меня флакончиком. Да, сегодня у меня первое видео по запросу, видео об арабской парфюмерии, но оно будет далеко не последним. Ну и, кстати, оно и далеко не первое. Те, кто, может быть, хочет пролистать немножко к первым видео на моем канале, у меня там много видео об арабской парфюмерии. На самом деле парфюмерии у меня тоже арабская, очень много. Всю ее охватить и обо всей рассказать в одном видео просто нереально, поэтому видео будет целая серия об арабах, да, о разных марках, о разных форматах и о разных направлениях и так далее. Вот. Я сразу, как бы, прошу прощения, да, я прочитала об этом запросе, о том, что просили снять от таких вот по таком парфюме. Не было возможности и не было времени этого сделать сразу, да, то есть, ну, сами понимаете, наверное, особенно вот кто сталкивался, кто блогер и, наверное, знает, что иногда приходится материал какой-то записывать, возможно, впрок, когда нет времени, чтобы было хотя бы что выложить, да, и не всегда есть время записать какой-то новый контент и сразу его выложить, сразу смонтировать и все это выложить. Поэтому я прошу прощения за ожидания, я выкладывала те, как бы, тот материал, который был у меня смонтирован на данный момент, который был актуален, да, поэтому я его выкладывала. С запросом чуть-чуть потянула, но сейчас, наконец-то, до него созрело и появилось время. Опять же говорю, я решила разбить видео по маркам. Я уже рассказывала о парфюмерии Аль-Рехаб, но еще о ней продолжу, потому что у меня много новых ароматов Аль-Рехаб, просто, ну, большое множество. Но сегодня решила вам рассказать о очень знаменитом парфюмерном доме Аль-Харамейн, который, наверное, знают многие, особенно любители арабской парфюмерии, я уверена, слышали о нем не раз. Значит, я выбрала на сегодня три аромата и, пожалуй, в будущем буду тоже показывать по три аромата. Это даже вот серия видео об Аль-Харамейн, тоже оно будет не одно, я думаю, два, может, даже и три видео, потому что у меня духов Аль-Харамейн очень много, я их очень люблю, уважаю и прям вот выбрала сегодня самые-самые-самые, даже не скажу, что прям самые любимые, хотя они у меня все вот арабы, они у меня все любимые, реально вот нет такого, чтобы мне не нравилось. То, что я выбираю, я все ношу и все мне нравится, но я выбрала, пожалуй, наверное, самые знаменитые. Мы начнем с них, и для начала просто расскажу о самой вот этой фирме, для тех, кто еще не знает Аль-Харамейн. Создавалась она в Саудовской Аравии, создал ее человек по имени Аль-Харамейн, он не был парфюмером сам по себе, сначала эти духи создавались для аристократов, и потом, когда компания изменила свою стратегию, как бы вышла на рынок с более дешевыми, но тем не менее не менее хорошими духами, да, то есть они уже стали делать их не для элиты, скажем так, и для богатых людей, а просто для местных жителей. Вот, и как бы, как считают в арабских странах, что парфюмерия и рехаб – это уникальность выпускаемых коллекций, то есть, да, вот я очень часто видела, что сами вот некоторые арабские марки не очень знаменитые, они копируют друг друга названия, возможно, какие-то там направления, делают, да, какие-то аналоги. Аль-Харамейн к таким мне относятся, они выпускают уникальные свои ароматы, то есть на них уже делают какие-то копии и аналоги, они же всегда выпускают уникальные коллекции. Дальше, традиционные для Востока пряные ароматы, экзотика цветочных запахов, не имеет равных по сочетанию различных ароматов, вот, то есть, то, что было написано, да, как бы на сайте, с которого я брала эту информацию, и опять же, продукция совершенно разнообразная, как и для восточного рынка, вот, чисто восточное направление, так и для европейского рынка тоже у них есть очень большое количество ароматов. Я вот буквально несколько назад заходила в арабский магазин, у нас таких много, и видела кучу просто спиртовых, вот, обычных туалетных вод, духов, парфюмов на основе спирта различного направления, мне очень понравился, по-моему, Desert Rose, мне очень понравился Prisma, то есть, это чисто вот такие классические, больше похожие на стандартный люкс европейской направленности парфюма, то есть, человек, который не знает, что это арабский производитель, он и не отличит, да, что это, как бы, вот, какое-то арабское направление. А сегодня мы поговорим о трех вот таких замечательных флакошках, я вам расскажу сегодня о духах Нура, Султан и Джанна. Нура, это, наверное, самые, ну, одни из самых популярных у данной марки, во-первых, потому что они достаточно бюджетные и доступные, ну, по крайней мере, у нас в арабских магазинах они стоят совсем недорого, то есть, я смотрела цены на сайтах различных, где продают арабскую парфюмерию, цены превышают вот те, что у нас, как бы, продаются в магазинах, ну, в два, иногда в три, а иногда и в четыре раза. То есть, допустим, вот такую вот Нуру я покупала в местном магазине, ну, около тысячи рублей, может быть, мне кажется, даже меньше, там, 900, около того. Вот этих малюток я вообще покупала, там, за 500, 600, 700, что-то около того. Вот. В интернет-магазинах я видела на Нуру цены и по две, и по три, и даже больше тысячи. И так вот со всеми духами я сталкиваюсь, даже те же самые простые и всеми уже знакомые, всем знакомые арихабы в роликах, они тоже стоят намного дороже, чем можно их найти в магазинах специализированных и купить. Значит, я считаю, очень, во-первых, бюджетные для такого, как бы, дизайна и так далее, но при этом очень стоящие, очень красивые ароматы, которые доступны многим. И я начну, вот, пожалуй, с Нуры. Отдельного разговора просто заслуживает эта упаковка, да. Это такой под кожу сделанный футляр. Он был еще запакован в картонную упаковку. Картонная упаковка была запакована в следу. Здесь, естественно, у нас на арабском вся информация о марке. Как всегда стоит логотип фирменной марки Аль-Харамейн. И, как бы, здесь написано на арабском и латинскими буквами Нура. Ой, выпал. Вот, смотрите, флакон лежит на вот такой подложке, да, здесь, ну, такой красивый, очень приятный материал. Подушечка. Вот. Я просто, как бы, ну, рука не поднимается, естественно, не выкинуть, никуда деть эту коробку. Хотя арабские парфюмы у меня стоят в отдельной, как бы, большой коробке. Но вот этот остается в своей и стоит там вот прям так. Потому что, ну, не могу я его вытащить и как-то поставить отдельно. Флакон, мне кажется, он настолько классный, почему он не такой традиционный, как вот, допустим, флаконы вот эти, да, тут связью там с какой-то, с узорами. То есть он вот как европейский какой-то, что ли, нишевый, такой красивый, очень прямолинейный, скажем так, флакон без всяких навороченных каких-то вензелёчков. Он жутко тяжёлый, это вот всё металл, он очень тяжёлый, прям вот, ну, я не знаю, при том, что здесь 12 мл парфюма, а сам флакон весит очень-очень много. Мне кажется, он грамм 100 весит, если не больше. Здесь вот камушек вставлен, причём камушек такой, как призма, он отливает всеми цветами радуги. Но в целом флакон, видите, очень скромно и очень лаконично выполнен. Здесь есть вот с двух сторон такие окошки, в которых видно, да, сколько масла осталось. Надпись на арабском Нура, надпись Нура, вот, которую мы можем с вами прочитать. Аль-Харамейн Нура. На доднышке у нас написано Аль-Харамейн с 1970 года. О самом аромате. Аромат-то, конечно, тема отдельная. Я сейчас зачитаю пирамиду, но пирамида, это, знаете, это просто, это взрыв, взрыв всего, чего только можно. Это что-то такое и что-то с чем-то. В общем, этот аромат для мужчин и женщин принадлежит группе восточной. Верхние ноты. Апельсин, мандарин, слива, клубника, шафран и имбирь. Средние ноты. Иланг-иланг, тубероза, ирис, лилия, роза, жасмин и гиацинт. Базовые ноты. Уд, мёд, амбра, мускус, сандал, пачули, ваниль и тёмный шоколад. То есть, ну, здесь вот вообще вот просто всё. Мне кажется, всё, что только может быть сладкого, да, вот такого, и шоколад, и ваниль, и пачули здесь шоколадный, и клубника, и слива, и роза. И это просто, это всё, и всё это так перемешано. Кстати, вот всегда наношу их палочкой, прям вот проводя по коже, да. Не могу избавиться от этой привычки, хотя недавно в одном парфюмерном магазине арабском мне девушка сделала замечание. Ну как, не замечание, в принципе, тестерные ароматы стоят, и их как бы кто хочет, как хочет, так и тестирует, да. Но она сказала, что, не знаю, правда это или нет, да, что вот парфюм арабский, нужно окунать палочку, ждать, пока стечёт капля, и эту каплю не растирая, вот так вот промокнуть, и промокнуть за ушами. И всё, как бы, ну, она сказала, растирать не нужно, просто по такими вбивающими движениями. И как она мне сказала, вот этой палочкой возить по коже нельзя. Что частички кожи всё-таки со временем, они оседают на этой палочке, и парфюм даёт в итоге осадок. Он даёт осадок в виде какого-то мусора, частичек пыли, которые попадают. Естественно, это всё может повлиять на хранение, на долгосрочность, тем более, что у нас не герметично, да. Запакованный флакон, мы его постоянно открываем, постоянно идёт воздействие с воздухом и так далее. Вот, поэтому, чтобы это минимализировать, советуют вот капнуть и вот вбивающими движениями. Честно, не могу избавиться от привычки намазывать, потому что, мне кажется, некоторых духов, а конкретно той же нуры, вот мы говорим, капли этого даже бывает много. То есть, то, что я растираю, вот этот мини-мини какой-то намаз, этого мне вполне достаточно. Если я полноценную сделаю жирную каплю и эту каплю разнесу, там, не знаю, по всему телу, это будет просто невыносимая душащая, удушающая запах. Поэтому я не знаю пока, как вообще, что с тем делать, но всё-таки пока грешу тем, что мажу этой палкой себе по телу. Вот, прекрасно понимаю, что делать этого нельзя и понимаю, что такой объём и то количество, которое у меня есть в коллекции, я не использую ещё очень много лет и что всё-таки надо обратить внимание, да, именно на сохранность и на хранение. Но пока вот не знаю, что с тем делать, как так сделать, чтобы они вот не испортились. Что говорить о запахе? Честно, я плохо умею вычленять какие-то ноты в арабской парфюмерии. Почему? Потому что их настолько много и это настолько специфические запахи, что вот как-то в европейском, в люксе, даже в нише это сделать проще, чем сделать в арабском парфюме. Ну, для меня лично. Что я слышу здесь сразу? Мне бьёт просто в нос это клубничное мыло. Вот не знаю, почему не клубника свежая какая-то с огорода, это немножко как будто такая неестественная клубничная нотка, которая больше напоминает старое какое-то клубничное земляничное мыло. Многим это не нравится, пишут, что замыливается аромат и так далее. Мне это очень, наоборот, нравится. Мне нравится это необычное, необычное очень звучание. Поначалу оно даже немного свежее, то есть, наверное, вот эти мандаринки, апельсинки, которые здесь есть. То есть это вначале, когда вдыхаешь, кажется какой-то даже чуть-чуть одеколонистый мыльный свежачок. Всё, прелесть арабских духов начинается потом. Да, наверное, знаете, они, разгорячившись на коже, начинают раскрываться. Они могут раскрыться спустя час, два, три. Бывает такое, что они вообще затихают, потом, когда начинаете как-то двигаться, они снова начинают играть. Под воздействием воды они начинают оживать. То есть я сколько раз пыталась, вот там, нанесу какой-то аромат, хочу его смыть. Смыть арабские духи просто так не получится. Они просто так не убиваются и не смываются. Они только больше начинают пахнуть под воздействием воды. Что ещё здесь? Здесь определённо слышатся цветы. Я чувствую жасмин. Очень хорошо, наверное, потому что нота жасмина, она, конечно, самая яркая вообще в ароматах. Она действительно очень сильно улавливается, жасмин. Под самый конец, вот если говорить о том, гурманский он или нет, он достаточно... Привет, киса. Привет, киса, киса, уходи. Я бы не сказала, что это какая-то гурманика в чистом виде. Вот они называются восточная группа, но многие настаивают на том, что это как бы гурманский аромат. Это фруктовый аромат. Для меня это больше действительно сладко-фруктовый аромат. Я не особо здесь ощущаю, да, кстати, вот ваниль, пачули и шоколад как-то мимо меня проходят. Может быть, нужно очень долго времени подождать, чтобы они как-то проявились, да. Но я их ярко явно не чувствую, то есть это не гурманика, это не какие-то там конфеты. Это действительно насыщенный, яркий, сочный, фруктовый аромат, фруктово-цветочный. Вот. Очень нравится он мне. И почему я его взяла в паре сейчас рассказывать, потому что, по моему мнению, он очень сильно похож на этот же, этой же марки, аромат Султан. Султан это один из самых знаменитых вообще арабских, в принципе, ароматов. Это считается как бы арабский масс-маркет, то есть не какой-то элитный, да, или парфюм, не знаю, для избранных. Нет, это вот конкретно недорогой масс-маркетовский арабский аромат. Но сходство с Нура определенное есть. Если Нура стоит дороже, то Султан вполне пойдет на замену. Хотя, в принципе, они в хорошей такой доступности, я думаю, можно взять и Нуру при желании. Вот. Отличия в них, конечно, есть. И для меня самое большое отличие это в старте. Я сейчас вот покажу. Ну, флакончик, конечно, шикарный. Просто единственное, что меня очень сильно расстраивает во всем этом, это то, что здесь был флакон металлический, и все флаконы, которые вот у меня арабские, они все металлические. А флакончик, флакончик Султана, вот здесь он пластиковый. И мне кажется, что, не знаю, может я могу ошибаться, но мне кажется, и вот это вот обрамление, оно тоже все пластиковое. По-моему, пластиковое, не знаю. Да, мне кажется, пластик это все. То есть металлом здесь попахивает только крышка. Она очень тяжелая, массивная, вот с таким вот намеком на камень, но она металлическая. Все остальное здесь пластик. То есть, в принципе, если они смогли сделать металлический такой красивый флакон для нуры, который, в принципе, не слишком, не намного дороже стоит, то почему-то Султан обделили вот такой вот пластиковой одежкой. Ну, ладно. Сейчас я нанесу на вторую руку Султан и посмотрим, чем же они в итоге отличаются. Очень многие пользователи и фрагрантики, и разных сайтов определяют схожесть нуры и Султана, тем более они от одного производителя, возможно, от одного парфюмера. Я не знаю, вообще арабские парфюмеры даже нигде не заявлено, да, кто парфюмер данной композиции, мы не знаем. Но главное различие, которое я чувствую здесь, если у нас Нура стартует клубничным мылом, то Султан стартует сразу таким мускусно-одеколонистым ананасом. Здесь у нас заявлен в Султане, насколько я помню, я сейчас гляну, да, в верхних нотах ананас, но тоже с клубникой, кстати. Султан уже считается у нас в группе восточные гурманские. Композиция у нас включает ноты клубники, ананаса, корицы, цветочных нот, ваниль, амбра, роза, жасмин, персик, малина и ланг-ланг, сандал, мускус, пачули и лаванда. Самое смешное, что здесь они уже гурманские, да, хотя пирамида похожа, и, в принципе, из тех фруктов, которых нет в нуре, точнее из тех составляющих, нет в нуре только ананаса и корицы. Вот, делает ли это Султан гурманским, вот, ананас и корица, а нуру просто цветочные, как бы, я не знаю. Но сходство у них есть явное, и если нура, я в ней не чувствую мускуса абсолютно, то есть вот этот мускус, который меня иногда очень сильно бесит, я в нуре его не чувствую, он заканчивается очень мягко, ванильно и так спокойно, то в Султане он прям стартует мускусом, по мне так реально прям стартует мускусом и сандалом, вместе с ананасом. Он очень бы подошел и мужчинам, кстати, вот, насчет нуры, ну, они все унисекс, но, тем не менее, нура все-таки для меня более женская, при этом Султан, Султан, он подошел бы очень и мужчине тоже, потому что вот этот старт, он действительно какой-то одеколонисто, вот, с привкусом пены для бритья, но при этом с ананасом и с мускусом. Я думаю, что вот этот запах такой, да, как пены для бритья дает все-таки лаванда, лаванда достаточно, ну, по мне, для меня это мужской компонент, ну, которую используют больше всего в мужской парфюмерии. То есть, мне кажется, что лаванда дает немножко этот рисковатый старт, хотя она заявлена в базе. То, что я могу здесь выделить, это однозначно ананас, это однозначно мускус, однозначно лаванда, потом к этому ко всему перемешивается сладость розы, персика, здесь персик в сердце тоже очень сильно чувствуется. Они похожи, они одной направленности с Нурой, но все-таки заканчиваются они немного по-разному. Как по мне, у Султана более такая сандаловая подложка, то есть, вот в конце Султан все-таки он более такой жесткий, древесно-сандаловый, при этом, как Нура, заканчивается действительно сливочно-ванильными, шоколадными нотами. То есть, вот сейчас, даже уже я Нуру, когда нюхаю, я уже чувствую, да, я уже чувствую эту сливочную шоколадность. Действительно, сливочно-ванильный шоколад, хотя здесь у меня до сих пор жесткая такая ананасово-мускусная лаванда. Отличия в них, вот при параллельном затесте, отличия в них есть, конечно, явные. При первом затесте, вот когда вы из флакончика оба нюхаете, кажется, что они абсолютно одинаковые, как будто бы отличить даже нельзя, но отличия в них есть. Это, опять же, один из моих любимых ароматов. Я часто просто вот кидаю в сумочку такой флакончик, хотя обновлять его не приходится часто, арабские духи, они, в принципе, очень бешеностойкие, но иногда все-таки нравится мне его обновить. Единственное, что я не люблю использовать арабские духи зимой. Объясню, почему. Это никак не связано с тем, что там аромат не раскрывается или как-то не ложится. Нет, это связано исключительно с тем, что арабские духи наносятся только на тело, на кожу. Ну, сами понимаете, какие у нас зимой открытые части тела, да? Если вы идете куда-то гулять, допустим, на улицу, то вот зимой вот так вот шарф, вот так вот шапка, там все рука, все, то есть тела у вас, голова нет нигде. Аромат почувствовать там сквозь одежду или как-то невозможно, да? То есть, ну, практически невозможно. Где-то от вас там, может, шлейф там поддует какой-то и может там под волосы нанести. Можно, кстати, я очень люблю наносить вот сюда под волосы на шею. Очень классный шлейф получается, но не зимой. Зимой под шапкой. Если вы хотите, чтобы это чувствовал кто-то еще, и вы хотя бы это как-то чувствовали, ну, не знаю, зимой не могу я носить арабские духи, потому что ни я их не чувствую особо, ни человек, который, допустим, со мной идет, он тоже ничего не чувствует. Ну, за ушами иногда, может, как-то шлейфит. Я люблю зимой все-таки наносить немного парфюма на одежду, на шарфик, иногда на шапку, то есть, чтобы все-таки это было как-то вокруг меня, а не внутри меня, да, то есть, как бы, если вы идете куда-то на концерт, допустим, и вы знаете, что вы будете снимать верхнюю одежду или в кафе куда-то, тогда имеет смысл нанести парфюм, ну, как масло. Если же вы знаете, что вы будете постоянно находиться в верхней одежде, я такого смысла в этом не вижу, потому что зимой я их от себя тоже особо не ощущаю под одеждой. Ну, и люди, соответственно, тоже. И последний, который я сегодня хотела вам показать, это тоже у нас Аль-Харамейн парфюм Джанна. Он называется Джанна, наверное, переводится, если я не ошибаюсь, это рай. Кстати, Нура, по-моему, переводится как свет, ну, султан, понятно, а Джанна – рай. А я к нему делала очень много подхода в магазине, стоил он более чем бюджетно, или 550, или 600 рублей, что-то около того. Но я к нему принюхивалась долго-долго-долго, потому что направление абсолютно не мое. То, которое мне было раньше не по душе, но это, наверное, первый парфюм из такого направления, который я просто вот полюбила и влюбилась. Это у нас группа Восточные Фужерны. Наверное, уже все поняли по словам фужерны, из чего, да, состоит этот аромат. Он у нас включает очень мало нот, всего 4 ноты. Полынь, мята, сено, амбра и мускус. И я влюбилась просто в эти 4-5 нот просто вот всем сердцем. Он, сразу хочу сказать, не для всех в плане того, что не все его выносят. Я думаю, что, скорее, даже будет больше людей, которые его не выносят, чем выносят, потому что это классический фужер, да, фужерный аромат. Это классическая сена, это классическая мята в ее проявлении и так далее. Я на самом деле, как сказать, выбирала его в конце лета. И купила его в конце лета, потому что увидела, что один флакончик остался запакованный на витрине. И я его взяла. Ну, думаю, ну ладно, пусть будет, в конце концов продам или найду человека, которому нравится, если вдруг не получится разносить. Чем-то он цеплял изначально на полке, на витрине, но я не могла к нему подступиться. Подруги говорили, что фу, вообще воняет какой-то подушечкой с сеном, не знаю, или вот этими там травами. И хочу сказать только одно. Первый раз, когда я нанесла его в дождливую погоду, в сырую дождливую погоду, это было что-то вообще невероятное. Я ходила, и я чувствовала от себя такой шлейф, просто шлейфище, сладкий, травянистый, очень богатый, очень насыщенный. Для меня это аромат только для дождливой осени. Естественно, не летом. Летом он может задушить просто насмерть. Не зимой я его не вижу. Не тем более весной. Вот это сухое разнотравье, весной, мне кажется, при цветении, оно тоже не особо раскроется. Только прохладной, дождливой осенью. Именно вот влажная эта погода, мне кажется, она дает красоту этому аромату. Здесь, конечно, на первом плане для меня это полынь. Мяту я чувствую как-то вот так, так уже опосредованно, сено и полынь. Здесь красивый, естественный аромат полыни. Для тех, кто ищет красивый фужер, хороший фужер, ну, я думаю, что это вот самое оно. Здесь я не чувствую такого убойного мускуса, который мне может не понравиться. Но при этом мята, вот эта полынь и сена создают такой аромат, который я не могу перепутать ни с чем. Вот. И он мне определенно нравится. Причем он вначале вот такой колкий, жесткий, кажется, прям чуть ли не мужской травяной аромат. Расходится прекрасно и становится, вот он дает какую-то сладость. Я не знаю, это такая сладость, действительно, какой-то травы. И мне напоминает чем-то сладость сахарного, не сахарного, а сиропа, не знаю, от кашля, вот травяного. То, что настойно на травах. Может быть, даже какого-то аниса или вот что-то из чего-то делается вот этот сироп от кашля, именно травяной такой классический, не знаю, вот. То есть она проявляется не сразу, но эта сладость приходит, такая травяная, классная, микстурная сладость. И я в него реально влюбилась, но опять же с условием того, что носить я его могу только вот в такую дождливую погоду. Он идет тоже очень похож на султана, такой вот солдатик. Здесь камушек у нас уже прозрачный, вот. Ну и вот эти ассоциации, да, он называется рай. Вот это вот, наверное, разнотравие. Когда его вдыхаешь, сразу представляется такой сад, причем сад не цветочный, да, а где куча деревьев, кустарников. И он влажный, влажный такой в росе, либо после дождя. Это влажный, красивый сад с кустарниками, с тропинками и с кучей-кучей растений. То есть не цветы, а именно просто кусты и разные растения. Некоторым он чудится, как наоборот, знойная летняя высушенная трава. То есть трава такая уже выгоревшая после такого зноя и отдающая вот этот вот сладковатый такой запах сухой травы, сена. Возможно и так, но у меня вот больше он, наверное, потому что я его ношу в дождливую погоду, он у меня больше создает ассоциации вот этой вот влажной травы. Вот, в принципе, то, что я хотела вам сегодня рассказать о трех арабских таких красавчиках. Я продолжу рассказывать о марке Аль-Харамен в следующий раз. У меня как минимум еще пять ароматов осталось, которые я очень хочу вам показать. Поэтому, если вам понравилось, вы хотите продолжения, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем я желаю очень хороших и удачных парфюмерных находок, покупок. И всем пока-пока!